друзья всем привет на связи александр и нюк с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка сегодня понедельник и мы готовимся к новой торговой неделе начинаем мы с американского доллара который вернулся к области дисбаланса напомню что ранее здесь была у нас дивергенция кумулятивных дельт да и на текущий момент как раз цена тестирует эту дивергенцию я считаю что закрытие закрепление ниже этого уровня то есть невозможность пробить этого уровня вверх и закрепиться как раз будет знаменовать дальнейшее снижение американской валюты поэтому на этой неделе основной основная торговая идея в том что американский доллар продолжит свою нисходящую траекторию дальше у нас европейская валюта которая синхронно зеркально отображает грубо говоря обратную динамику и у нас ранее происходила дивергенция небольшая дивергенция кумулятивных дельт пониже до вблизи уровня объема за март двадцать третьего года и на текущий момент тестируется эта область точно так же как и по американцу разворотная история в плане дальнейшей нисходящей истории здесь по европейской валюте отскок от уровня объема отскок от этой дивергенции и дальнейший поход вверх к верхней границе если мы посмотрим на сот отчеты то вы увидите что здесь в основном особо ничего никто не открывал на только не подотчетные трейдеры открывали более-менее значимые объемы а в остальных категориях только закрытие соответственно вот эти изменения в позициях фондов и хеджеров они это закрытие позиции соответственно для меня они так сильно уже не влияют на цену вот таким образом я считаю что у нас продолжится боковое движение до момента пока какая-то из сторон не определиться есть смысл накапливает ланге или нету смысла накапливает ланге вот поэтому здесь боковая история но мы подходим к нижней границе этого боковика и соответственно есть смысл поработать внутри недели на достижение верхней границы то есть уровня 108 вблизи этого уровня так швейцарский франк по швейцарскому франку сот отчеты также указывают на то что все категории закрывают свои позиции то есть направленных позиций пока никто не накапливает фонды до этого плавно накапливали ланговую позицию даже на снижение цены что говорит нам о том что trend following стратегия продолжается но вот на прошлой неделе они закрыли значительную долю накопленных лонг позиций вот здесь с большей вероятностью отскока либо остановки на этом минимуме не произойдет за счет того что скорее всего началась вот эта тенденция закрытия позиции на падающем рынке поэтому здесь с большей вероятностью есть смысл как раз рассмотреть продолжение шартового сценария до уровня объема за март двадцать третьего года и за март двадцать второго года и ну а дальше уже будем смотреть по ситуации то есть реализация рыночного предложения в этом месте если соточеты следующие указывают нам на то что фонды все-таки продолжают накапливать ланговую позицию а текущее закрытие это только часть из их позиции то тогда можно будет рассмотреть лонг но пока таких перспектив не предвидится по австралийскому доллару вот здесь интересная история так как и по австралийцу и по канадскому доллару очень агрессивно накапливалась позиция за прошлую неделю так по австралийцу 15 тысяч контрактов лангов открыли фонды и 10 тысяч шортов вот хеджеры в свою очередь практически одинаковое количество и ланговый шертов открыли неподотчетные трейдеры пока накапливают шорт позицию на этой неделе будут выходить данные по ставке в австралии да то есть банк австралии будет принимать решение по поводу процентной ставки и рынок ожидает что процентная ставка останется на том же уровне 3 85 то есть не будет никаких изменений что они уже достигли потолка по ставке и пока будут наблюдать смотреть как меняется инфляция при этом такой высокий открытый интерес после яркой дивергенции кумулятивных дельт которую мы наблюдали вот в этом месте слишком как-то размазал вот в этом месте мы наблюдали дивергенцию вот соответственно я считаю что текущая история она закончится продолжением восходящей траектории и достижение где-то середины канала это как раз у нас уровень объема за декабрь 22 года и прошлые уровни на меньших выплат по опционам поэтому на этой неделе как раз вот со второй половины вижу смысл рассматривать как раз лонг приоритет посмотрим удивят они рынок или нет поднятием либо не поднятием ставки если действительно ставку поднимать не будут то это новый этап в мировой экономике так как уже первые звоночки того что регуляторы не планируют поднимать процентные ставки вот если ставка не поднимается это конечно не очень хорошо для для валюты в моменте так как привлекательность активов которые номинированы в австралийском долларе которые предоставляют фиксированную доходность это привлекательно становится ниже по сравнению с другими странами но если они это если они не поднимают за счет того что инфляция не растет она снижается у них есть уже данные по поводу инфляции то тогда это совсем другая ситуация так как при снижении инфляции реальная ставка на самом-то деле растет даже если ее не поднимать таким образом уже национальная валюта становится более интересной для среднесрочного и долгосрочного инвестирования по новозеландскому доллару судя по сот отчетам особо сильно ничего не менялось как вы видите все категории плюс-минус в районе тысячи контрактов торговали только не подотчетные снова же открыли незначительный шорт по этому инструменту я считаю что на этой неделе основное движение будет задавать как раз австралийский доллар новозеландец будет следовать и соответственно пока спрайт между австралийцами новозеландцам я не трогаю так как хотелось бы дождаться более серьезного отклонения австралийского доллара более понятной ситуации по новозеландскому доллару и тогда уже работать на сближение по этим валютам то есть шорт по кросс-курсу австралийц против новозеландца канадский доллар ранее мы получали шорт приоритет по сотый индексу пока цена просто болтается чуть вниз чуть вверх ушла и вот если мы посмотрим на сот отчеты то вы видите что фонды начали накапливать лонговую позицию хеджеры свою очередь противовес подобрали шортовую позицию но также накопили немного лонговой позиции вот неподотчетные трейдеры строго в шорт по всем сырьевым валютам неподотчетные трейдеры залетают шорт это плохой знак это плохой знак как так как чаще всего эта категория она стоит против движения цены то есть если они накапливают шортовую позицию то чаще всего цена двигается вверх и поэтому учитывая то что фонды накопили существенный лонг за прошлую неделю учитывая то что неподотчетные заходят в шорт я считаю что есть смысл сократить часть позиции да с убытком она находится ниже чем стартовая цена да когда у нас появился шорт приоритет но те кто использовали банальные хитрости усреднение цены до при этом не увеличение риска без увеличения риска то те ребята на текущий момент находится в около нулевой позиции на этой неделе также банка канады будет принимать решение по поводу процентной ставки и снова же рынок ожидает что они поднимать ее не будут то есть она на сейчас на уровне 45 рынок закладывает высокую вероятность и прогнозы аналитиков указывают на то что ставка останется на этом же уровне посмотрим удивят ли или нет все таки если два банка из шести крупных не поднимут процентную ставку то это уже это уже уверенный звоночек в пользу того что не и cb не фрс на ближайших заседаниях поднимать ставку не будут окей по канадскому доллару частично сокращу позицию шортовую но все равно оставлю локацию до момента пока индексы не разойдутся снова по экстремальным зонам дальше у нас британский фунт по британцу пока торговых идей нет если мы посмотрим на соточет это вы увидите что здесь и у фондов и у хеджеров тоже торговых идей особо нет хеджеры немного накопили лонг позиции неподотчетные заходят по-прежнему то есть рассчитывают на то чтобы словить максимум словить хай вот на прошлой неделе была отличная спекулятивная возможность поторговать от уровня объема на этой неделе я рассчитываю на то что этот уровень вынесут и где-то под этим уровнем мы увидим реализацию рыночного предложения и тогда можно будет поработать немного в лонг посмотрим также на этой неделе выйдут данные pmi в британии и они снова выходят ожидается что выйдут со снижением то есть уже несколько месяцев подряд pmi во всем мире по чуть-почуть снижается ранее композитные индексы pmi они оставались на высоких значениях только за счет того что pmi в секторе услуг рос но на текущий момент и в секторе услуг тоже pmi снижается поэтому общий pmi композитный да и общий мировой pmi он по чуть-чуть снижается деловая активность падает это чаще всего приводит к тому что центральные банки берут ситуацию в свои руки начинают снова открывать какие-то дополнительные своп-линии более дешевые кредиты не говорю понижать пока процентную ставку но в перспективе и понижать процентную ставку у фондов существенная лонг позиция остается они при ее практически не сокращали что говорит нам о том что они планируют удерживать и рассчитывают на дальнейший рост этой валюты японская иена штурмует свои минимумы достигла области дисбаланса области где у нас во-первых сильно разошлись позиции фондов и хеджеров да вот здесь как раз был вот этот момент резкого расхождения здесь изменения было на 20 процентов 14 процентов открытый интерес изменился и вот у хеджеров на 22 процента изменилась позиция а у фондов на 25 процентов что является существенным изменением и мы говорили о том что вот этот уровень да вот эта область где они больше всего между собой бодались обменивались объемами это как раз и есть тот магнит который будет притягивать цену чем дальше цена отходит тем с большей вероятностью и тем лучше соотношение риск прибыли мы получим вот а дальше уже если пробьют закрепиться мы это четко увидим вот тогда есть смысл работать на продолжение если нет этого не происходит то тогда нисходящая история продолжается до момента пока этот инструмент находится ниже этой области есть смысл рассматривать спекулятивные шорт позиции для более среднесрочного лонгового сигнала есть смысл дождаться более качественного подтверждения то есть закрепление выше этой области на текущий момент возможно у нас появится что-то еще здесь неплохой ситуации является еще достижение уровней 050 070 50 на 71 до где больше всего скоплена объема торгов торговцев put опционами да это тоже может выступить хорошей областью поддержки и стоит понаблюдать за этой областью в момент подхода цены так как реализация рыночного предложения в этот момент при этом цена особо не упадет да если не упадет это будет хорошей отправной точкой для спекулятивного и более среднесрочного уже лонг сигнала с целью как раз во первых достичь эту область во вторых пробить крипто по-прежнему по чуть-чуть снижается основная идея достижения отметки 25 пока драйверов и катализаторов для движения криптовалютного рынка на текущий момент нет продавцы по чуть-чуть давят в силу того что начали расти ожидания по поводу дальнейшего поднятия процентных ставок в штатах ну и не только в штатах если раньше рынок практически уверен был что не будут поднимать процентную ставку фрс на следующем заседании то на текущий момент уже достаточно высокая вероятность что и и в июне и в июле поднимут вот возможно это спекуляции со стороны аналитиков для того чтобы загнать рынок но пока это действует и пока продавцы на крипте активничают да а лимитных покупателей и в рыночных покупателей в целом особо немного я рассчитываю на то что они как раз появятся в районе отметки 25 поэтому шок приоритет здесь пока сохраняется золото аналогичная история до 1900 еще есть потенциал снижения нефти опек конечно же заявили о том что они опек плюс планирует сокращать добычу саудовская аравия на месяц сократит на 1 миллион баррелей в сутки что существенно в рамках этого месяца россия тоже на 500 тысяч баррелей в сутки если не ошибаюсь планирует сократить в рамках квоты и в рамках добровольного какого-то снижения добычи вот таким образом у нас по нефти продолжается вот эта болтанка выше отметки ну точнее не так не выше отметки в районе отметки там 6880 грубо говоря да такой широкий боковик я считаю что есть смысл продолжать накапливать лонговую позицию в момент снижения так как текущая ситуация что они добровольно сократят она уже заложено в цены это раз то что не заложено это потенциальный рост пимай в ближайшее время то есть накачка ликвидностью экономик для того чтобы поддержать свои экономики да вот центральные банки будут предоставлять более дешевые кредиты не знаю возможно даже пойдут на снижение процентных ставок либо запустит новое киеве при текущих ставках почему бы нет вот таким образом деловая активность начнет расти и это в первую очередь окажет влияние на нефть и на медь так как медь это основной промышленный металл плюс не стоит забывать что нефть у нас есть грубо говоря put option от купленный put option от сша которые ниже отметки 70 накапливают свои стратегические резервы таким образом здесь спрос существенно повышается при прохождении отметки 70 плетовая история и нам и работа в этом боковике продолжается так медь ну здесь медь как раз формирует накопление в районе локального минимума мы видели резкий рост открытого интереса при достижении отметки 3 7 до вблизи этой отметки начали как раз открывать позиции фонд и хеджеры вот я считаю что до момента пока не будет четкой определенности с пимой хотя бы один месяц покажется рост потому что и в штатах и в британии и в еврозоне по чуть-чуть снижаются промышленные пима причем причем они уже ниже 50 значительно ниже 50 в двадцатом в конце двадцатого года когда уже пима и опустились до отметки 45 там уже власти начали более активно пытаться как-то расшевелить экономику и поэтому я считаю что первое что интересно по не по меди работать в боковике опять же то есть большей вероятностью мы уже установили рамки боковика и вот как раз в рамках этого этого боковика есть смысл накапливать лонговую позицию на при снижении брать лонг при росте просто его сбрасывать short не стоит накапливать так как у нас есть отложенная бомба это ликвидность которую которые могут накачивать так дальше 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 пшеничка здесь до соотношения один к двум осталось совсем немного ну посмотрим надеюсь она докатится до этого уровня если что есть смысл часть позиции небольшую прикрыть для того чтобы уменьшить немного рисковость этой позиции но в целом по-прежнему рассчитываю на то что у нас появится short приоритет вот да пока что цена спекулятивно отскакивает здесь была красивая контратака покупателей здесь собрали достаточно много стоповой ликвидности на локальных минимумах крутейшая контратака и на текущий момент это техническая отработка буквально техническая отработка этой контратаки market maker приняла себя существенную позицию сейчас ему нужно ее разгрузить где ее можно разгрузить за локальный максимум где у нас есть собрана некоторая стоповая ликвидность если здесь не получится то конечно придется двигать цену повыше где больше стоповой ликвидности либо уже включится покупатель новые и разберут его позицию пока цель 638 до достижения соотношения 12 там чуть больше будет чем один к двум вот ну и ждать шортовую позицию фондовые индексы фондовые индексы пробили свои максимумы дивергенция продолжается short позиция не сработала и здесь мы видим что первое на прошлой неделе закрытие выше локального хая привело к тому что цену все-таки задавили вниз к середине этого диапазона чуть выше середины но дальше уже позитивные данные по рынку труда отличные просто данные по рынку труда данные по безработице которая немножечко подросла ну и это рынок уже расценивает как позитив так как пима и снижается безработица растет и соответственно с большей вероятностью фрс уйдет от ужесточения монетарной политики таким образом акции и все рисковые инструменты они почувствовали виток спроса вот здесь и нас так неплохо подрос на прошлой неделе и и раз вы посмотрите на раз а как он отреагировал на хорошие данные по рынку труда и по безработице да он в последнее время особо никак не рос по сравнению со своими старшими братьями но в последнее время за последние два дня сделал хорошее движение по сравнению с тем же нас таком и это вот как раз тот спрэта который мы несколько раз уже говорили я один раз пытался заходить на сближение и с большей вероятностью еще разочек попробую это сделать так как расхождение существенное как только в экономике начнется какое-то оживление в это время раз он будет чувствовать себя намного лучше чем нас так так облигации продолжают свои небольшое снижение в на фоне того что ожидается что будут еще повышение процентных ставок как минимум одно да в июне либо в июле но я считаю что эта вероятность она низкая и есть смысл использовать эту ситуацию для ланговых позиций единственное что смущает это то что все заходят ланге по облигациям особенно по длинным так новозеландец против франко пока все окей находится выше стоп уровней да поэтому жду дальнейшего сближения по этим инструментом здесь как раз по швейцарскому франку рассчитываю на то что на этой неделе будет обновление локального минимума и ускорение таким образом мы увидим как раз виток сближения по этим инструментам так как по новозеландцу и по австралийцу достаточно положительные перспективы как минимум устоять на текущих отметках нефть против мазута здесь пока ничего интересного золото против серебра тоже уже следующий ну на этой неделе перестрою сначала текущего месяца тоже пока здесь ничего супер пупер нету австралия с против новозеландца вот здесь как раз будет интересно в момент выхода статистических данных рассчитываю на то что у нас будет плюс минус такая ситуация и это будет отличной возможностью для того чтобы поработать на сближение по этим инструментом на шорт кросс курса так если смотреть на динамику фондовых индексов что является тоже представителями рисковых активов акции это рисковые инструменты и самый рисковый по бете инструмент bitcoin то мы видим что bitcoin продолжает свое нисходящее движение а вот индексы по чуть-чуть продолжают двигаться вверх и если верить статистике последних месяцев что bitcoin опережает динамику менее рисковых инструментов то с большей вероятностью мы здесь увидим и по фондовым индексом небольшое снижение возможно рынок разочаруется как раз тем что ставку продолжат повышать и возможно скажет о том что ее дальше будут повышать так ну и в принципе все корреляция а кстати по поводу корреляции в прошлый раз мы так и не поговорили по поводу корреляции крипты на более младших таймфреймах плохо выглядит все-таки линии получше есть смысл рассматривать и спекулятивные возможности поработать на сближение между несколькими криптовалютами на данный момент есть возможность работать между биткоином эфириумом и лайткоином корреляция между ними достаточно плотная выше отметки 90 чаще всего она среднесрочная корреляция на таких отметках вот соответственно образование точек спреда и дополнительное подтверждение виде и чеки контратака не дают хорошую возможность для того чтобы в рамках недели работать на сближение по этим инструментом причем не обязательно это отрабатывать на фьючерсах если у нас к примеру лайткоин покупать биткоин продавать то это можно сделать через кросс-курс лайткоин за биткоин всем хорошей торговой недели до встречи в пятницу будем подводить итоги торговой недели посмотрим какие решения примут и банк австралии и банк канады а также какие pmi данные выйдут в штатах и в британии что вот в британии особо интересно всем счастливо хорошей торговой недели